МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он танцевал партию Распутина с традиционной бородой и в красной рубахе. Этот костюм безумного монаха точно передавал образ Григория Распутина, каким его привыкли видеть на Западе. Благодаря Бонни М. Распутин укоренился в массовом западном сознании именно таким – пьяным, в русскую присядку, с бородой и в красной рубахе, подвязанной бельевой веревкой. Для любимцев Брежнева в СССР не было закрытых дверей. Солисты Бонни М. даже посетили старинную избу семьи Распутиных и исполнили акапелла свой знаменитый хит прямо на крыльце. Но вот странное дело. После их визита в село Покровское, где вырос Григорий Распутин, дом зачем-то сравняли с землей. Указание местным властям поступило с самого верха, из центрального аппарата КГБ. Но почему? Мне кажется, в этом есть такой особый мистический, духовный символ. Революционеры хотели уничтожить все, что было связано с ненавистным для них человеком. Какую угрозу для госбезопасности представляло это невзрачное строение? Почему на Лубянке внезапно решили стереть с лица земли последние следы Григория Распутина? Смотрите далее. Как малограмотный крестьянин из Тобольской губернии смог предсказать будущее России на сто лет вперед? Он говорил, что через год Романовых в России не будет. Заговор, которого не было. Почему дворянская преступная группа так и не смогла расправиться с Распутиным? Эти люди, которые собрались для убийств, они, как ни странно, были совершенно разной ориентацией. И в плохом, и в хорошем смысле слова. Юсупов и компания взяли вину на себя с одной единственной целью – отвести подозрения от британского агента и скрыть свои связи с ним. Об этом преступлении известно все и почти ничего. Ложный след. Зачем британская разведка отредактировала воспоминания убийц? Они зациклены на отравлениях? Это их почерк. Кто на самом деле убил Распутина? Почему сразу две мировые державы объявили охоту на человека из окружения русского императора? Все тайны императорских архивов и секретные дела советской прокуратуры. Уникальные документы в специальном проекте РЕН-ТВ авторском расследовании Олега Шишкина. Смотрите прямо сейчас. Гороховая 64 Этот адрес когда-то знала и петербургская знать, и тайная полиция. За квартирой Распутина круглые сутки следили агенты охранки. По версии Александра Протопопова, главы МВД того времени исключительно для безопасности самого проповедника. Та самая стенка, которая когда-то была построена в 1905 году, и она осталась, ну, сохранилась до нашего времени, ну, конечно, немножко такая потрепанная, кое-что мы пытаемся снять, старую краску советского периода, но она настоящая, здесь всегда стояла. Дмитрий Филатов понимает, он купил не просто квартиру, а памятник российской истории. И несмотря на многочисленные перепланировки и ремонты, дух Распутина все еще здесь. Любопытная деталь. У знаменитого квартиранта и телефон был именной. Номер 64646 переезжал вместе с Распутиным, где бы он не поселился в Петербурге. Эти цифры хорошо помнила императрица, и в любое время дня и ночи могла связаться с Распутиным. В этой квартире, словно в капсуле времени, сохранилась вся обстановка 19 века. Вот именно эта та самая лестница, и даже остался механизм того, фрагмента вот того колокольчика механического, вот эта скоба и уголок, которые когда-то здесь были. Ну, и здесь, естественно, сохранились и крюк, и ручка, и цепочка дверная. То есть, ну, вот так, как это было когда. И даже сегодня, в наши дни, любой желающий может пройти последний путь Распутина, который всегда держал свой черный ход открытым. И эта неосторожность стоила ему жизни. Об этом преступлении известно все и почти ничего. Почему участники заговора не скрывали своих планов? Почему Распутин знал, что его собираются убить, и все-таки пришел на квартиру заговорщиков, словно приговоренный? И правда ли, что убийство фаворита царской семьи изменило ход мировой истории? Больше века на эти вопросы не было однозначных ответов. Вот они, уникальные документы из архива МВД СССР, которые указывают на след настоящего убийцы Григория Распутина. Чудом сохранившиеся после февральской революции, когда Временное правительство пыталось уничтожить абсолютно весь компромат на тех, кто готовил переворот. Вся правда о Распутине историкам неизвестна и не будет известна. Всю правду он унес с собой в могилу. Многие документы о Распутине, ну, например, подлинники донесений филеров, которые следили за ним, они отсутствуют. То есть или пропали, или специально уничтожили. До сих пор считалось, что настоящего заказчика преступления установить невозможно. Но это не так. Нам повезло. Следствие вели и полиция, и прокуратура Петербурга. И если полицейское расследование бесследно исчезло, то уникальные свидетельства, собранные прокурорским отделом по особо важным делам, дошли до наших дней. Эти документы – настоящая сенсация, меняющая наше представление о самом загадочном преступлении в российской истории. Сегодня мы впервые можем опубликовать эти материалы. Это невероятно, но обнаруженные в архивах документы говорят о том, что больше других в смерти Распутина была заинтересована британская разведка. Абсолютно русское по форме убийство с застольем, мордобоем, ядом и стрельбой на самом деле вполне могло быть грамотной инсценировкой. Долгое время считалось, что Распутина отравили. И действительно, именно яд был и остается любимым оружием секретной службы Ее Величества. Удивительно, но спустя сотню лет ничего не изменилось. Яд, как оружие, по-прежнему популярен в Туманном Альбионе. Взять хотя бы недавний спектакль с отравлением скрипалей, который вызывает массу вопросов прежде всего к британским спецслужбам. Кто отравил агента скрипаля и его дочь? Почему этот яд не подействовал и оба пострадавших выжили? И главное, зачем британцам понадобилась эта мистификация? Сто лет назад современники Распутина тоже не понимали, как фаворит императора, не такой уж крепкий с виду мужчина, остался в живых после, казалось бы, лошадиной дозы цианида. Убийцы давали отличающиеся друг от друга показания. Следствие также обнаружило целый ряд ошибок. Так почему Распутин выжил? Может быть, потому что дело было вовсе не в яде? Может, вся история с отравлением это легенда, скрывающая истинную картину преступления? Ведь свидетели уверяют, в этой драме был еще один персонаж, который и поставил финальную точку. Вот здесь, где сегодня стоит вот эта самая детская карета, 17 декабря 1916 года лежал Григорий Ефимович Распутин. И человек в военно-полевой форме подошел к нему и сделал контрольный выстрел в голову. Их было пятеро в той злополучной комнате. Великий князь Дмитрий Романов, князь Феликс Юсупов, депутат Госдумы Владимир Пуришкевич, поручик Преображенского полка Сухотин и доктор Станислав Лазоверт. Компания заговорщиков, которой официальная история приписывает убийство Григория Распутина. Но как эти люди из совершенно разных сословий оказались в одном дворце и в одном уголовном деле? Кто собрал их вместе и на что рассчитывала эта группа? Те, кто убрал с политической сцены Григория Распутина, признавали свою вину. Но следователи времен империи, опытные сыщики, никак не могли поверить в то, что нашли истинных убийц. Официальное расследование вроде закончено, но дело так и не было закрыто. Всякий раз, когда в нем пытались поставить финальную точку, возникали новые вопросы. Преступление без наказания. Как убийцам царского фаворита удалось уйти от ответственности? Никто не был арестован. Изощренное, чисто английское убийство Распутина стало первым в череде преступлений, ввергших Российскую империю в настоящий хаос. В 2.30 ночи 17 декабря городовой Ефимов услышал 4 выстрела. Они раздавались с той стороны реки. Совершенно секретное вскрытие. Почему временному правительству было так важно быстрее сжечь тело Распутина? Эти люди были нервно больные, бабы, трусы, и им это было тяжело, вот просто его убить. И почему их приказ не был выполнен до конца? Гроб был вывезен на грузовике в Пискаревский лес. Тайны российского двора. Какие секреты мировой политики Распутин унес с собой в могилу? И почему его убийство называют репетицией расстрела царской семьи? Они видели в нем персону, которая толкает страну к катастрофе. Сенсационные материалы, которые больше ста лет считались утраченными. Они рисуют нам совсем иную картину убийства и опровергают общепринятую версию убийства Распутина. Вы увидите их впервые. Кто убил великого старца? Был ли яд в пирожных, которыми угощали Распутина в доме Юсупова? Вся правда о тех, кто на самом деле изменил ход российской истории в специальном проекте РЕН-ТВ авторском расследовании Олега Шишкина. Откровения, воспоминания, показания. После знакомства с этими документами становится ясно, мы решительно ничего не знаем о том, за что на самом деле убили фаворита царя, Распутина. Никакую роль играл при дворе этот малограмотный крестьянин. Оказывается, все мотивы и версии убийства, возникшие при царе и в царское время, не более чем собрание мифов для неискушенной публики. Я не знаю в русской истории ни одного человека, на которого было бы направлено столько черного пиара, как на Распутина. Ну, понятно, что его ненавидели революционеры, там это понятно, левые, да? Понятно, что его ненавидели либералы, которые контролировали прессу и контролировали общественное мнение. Но его жутко ненавидели великие князья и их оппозиция. Десерт готов, господа. Вино добавим уже к приходу гостя. А вы уверены, что этого достаточно? Хотите проверить? Яд очень силен. Если вы заметили, я работаю в перчатках. Цианид проникает в поры кожи и действует затказно. После полуночи князь Юсупов позвал Распутина к столу. Как вино, Григорий Федорович? Модера высший сорт. Можно еще немножко? Сейчас прикажу подать еще. Вся знать Петербурга была осведомлена. Распутин далеко не святой. Его часто видели в кабаках, за игорным столом и даже в борделях. Однако финансовая элита Петербурга ненавидела его совсем по другой причине. Почему он у всех вызывал какой-то дикий такой вот гнев, раздражение, непонимание? Потому что его невозможно было подкупить. В политику Распутин тоже не стремился, хотя был не последним человеком в государстве. И это совершенно не устраивало потомственных аристократов, которые претендовали на свое место в Зимнем дворце. В высшем обществе судачили. Странствующий проповедник слишком уж задержался в покоях императрицы. Да и на этом свете тоже. Там же не было нормальных людей. Там каждый был либо кокреянист, либо не случившийся император. Всего за пару лет Распутин умудрился нажить себе врагов и среди, как теперь принято говорить, силовиков. В армии не сомневались. Распутин вместе с женой Николая II, Александрой Федоровной, немкой по происхождению, путают государю все карты и мешают победить им в войне. Не поэтому ли среди убийц оказался в том числе и офицер элитного полка императорской гвардии? По странному совпадению, список подозреваемых выглядит словно первый совет народных депутатов. За одним столом были единый и народ, и армия, и интеллигенция. Ее представлял доктор Лазаверт. Считается, что он отвечал за доставку орудия преступления. Медик закупил цианистый калий и щедро приправил им эклеры и вино для жертвы. Для полноты картины не хватало только представителя духовенства. Но те, кто составил этот заговор, по всей видимости, учли печальный опыт предшественников. Религиозные фанатики уже пытались убить Распутина. Во время одного из путешествий в Тобольскую губернию его ударила ножом некая Хиония Гусева, набожная мещанка из Сызрани с обезображенным лицом. Поговаривали, что ее впал и нос следствие заражения сифилисом в публичном доме, где она проводила дни и ночи. Это известное покушение Хионии Гусевой в самый момент, которое, ну, конечно, прямых доказательств нет, но, в общем-то, вполне можно связать с другим преступлением, которое ввергло мир в кровавую войну с убийством Франции Фердинанда. Удар был сильным. У Распутина повреждена печень. В то время такая рана считалась смертельной. Но пострадавшего лечили лучшие врачи, каких только удалось найти в губернии. Кстати, слежку за Распутиным установили еще до нападения. Тогда министром внутренних дел был Петр Столыпин. У всемогущего чиновника были для этого свои причины. Ему откровенно не нравилось окружение миссионера. Возмущала его независимая позиция и полная неуправляемость. По древней традиции странствующие подвижники не подчинялись ни оберпрокурору священного синода, ни монастырскому начальству. Да что там прокурор? Юродивым даже сам патриарх был не указ. Дело в том, что существовала в России традиция старчества, традиция юродивых. Это не было в новинку. И он действительно помогал людям. И так вот помогая, помогая, поднимался все выше и выше до принцессы черногорской милиции. Милиция уже привела к Александре Федоровне. Единственной управой могло быть отлучение от церкви. Но для этого требовался такой компромат, чтобы ужаснулся не только священный синод, но и сам государь-император. Премьер-министр Столыпин, он очень критически относился к Распутину. Но он велел собрать компрометирующие документы, компрометирующие факты о Распутине. И что? Не собрали ничего. Единственное, что удалось найти, это Распутин в Сибири ходил в общую баню. Об этом Столыпин доложил государю. А государь ответил, ну и что? Простых людей это принято. Распутин лечил маленького сына Николая II и мог в любой момент поделиться своими мыслями с императрицей о Столыпинских реформах и методах работы охранки, которые он категорически не одобрял. В комнаты жены российского императора он, что называется, входил без стука. Распутин мог донести иногда какие-то просьбы. К нему приходили разные люди и делали ему подарки, передавали иногда значительные суммы, которые, надо сказать, он использовал во многом на благотворительность. Не исключено, что именно под влиянием Распутина Николай II и охладел к Петру Столыпину, которому до того безраздельно доверял. С тех пор высшие чины тайной полиции относились к фавориту царской семьи с откровенной неприязнью. С точки зрения госбезопасности он был потенциальной угрозой. Распутин же был, во-первых, неглупый, во-вторых, хитрый, и, в-третьих, у него было такое природное звериное чутье на всякие события. Он понимал, что за ним идет определенная охота. И те круги, которые не смогли с ним договориться о влиянии в их пользу, они, в общем-то, решили его пропорство убрать. Убрать. В том числе к этим же кругам примыкал и господин Самароков Эльстон, именуемый Феликсом Юсуповым. В итоге все круги высшего общества того времени были прямо заинтересованы в гибели проповедника. Но убить Распутина оказалось не так-то просто. Его не раз пытались заманить в ловушку, но Распутин словно видел своих врагов насквозь. Он без объяснения причин мог отклонить приглашение на банкет или деловые переговоры от самых богатых и уважаемых людей России. Распутин был человек такой своеобразный, он обычно отвечал, тебе надо, ты приезжай. И приезжали, что интересно. Чтобы незаметно устранить Распутина, за которым круглосуточно наблюдали агенты охранки, нужно было придумать и рассчитать настоящую спецоперацию. Могли ли ее организовать два аристократа, экстравагантный депутат Госдумы и двое военных, один из которых врач. Те люди, которые собрались для убийства, они, как ни странно, были совершенно разной ориентацией. И в плохом, и в хорошем смысле слова. Эти люди были нервно больные, бабы, трусы, и им это было тяжело просто его убить. Вот здесь, между 61 и 63 домом, находился круглосуточный полицейский пост городового Ефимова. Он был прямо напротив полицейского участка. В 2.30 ночи 17 декабря городовой Ефимов услышал 4 выстрела. Они раздавались с той стороны реки. Он увидел, что стрелявший был в военно-полевой форме. Картина произошедшего по описаниям его участников выглядит, как борьба с дьявольски сильным, чуть ли не бессмертным существом. Распутина заманили в подвальное помещение, которое заговорщики задрапировали портьерами, чтобы создать иллюзию обитаемых комнат. Вниз ведет только одна лестница. Жертва при всем желании не могла пройти мимо убийцы. Ваше лекарство не действует, доктор. Вы проверяли? В моей практике еще не было случая, чтобы пациент не реагировал на такое количество цианистого калия. Позвольте спросить, это у вас что? Не первый такой пациент? Да, доктор, хорошо, что вы не мой лечащий врач. Господин Пуришкевич, оставьте эти разговоры, вы не в Государственной Думе и вообще, на кой черт вы сюда явились? Вот верное средство от всех чертей и в защиту России. Опробуйте его сначала на себе. Уверен, Россия вас не забудет. Господа, доктор прав. Время действовать. И вот что мы и сделаем. По официальной версии, Григорий Распутин вместе с десертом съел весь запас цианистого калия и не почувствовал даже легкого недомогания. Заговорщики были близки к истерике. Через четверть часа Юсупов стреляет Распутину в спину. А дальше начинается нечто невообразимое. Жертва кидается душить князя. Ах, тесущий потрох! Задавлю каналья! Невероятно! Князь отчаянно сопротивляется, но даже отравленный, раненый и изрядно пьяный Распутин валит юношу на пол. Изыди, бес! Ах, нечисть! Сдохни, сатанинское отродье! На шум в подвал бегут депутат Пуришкевич и поручик Сухотин. Доктору Лазаверту становится страшно. Он направляется к выходу из дворца и больше не принимает участия в драме. Великий князь Романов где-то нервно курит в сторонке, поддерживая убийц исключительно на словах. Святые угодники, Боже правый, помилуй мне грешного. В подвале же в это время начинается кровавая бойня. Депутат и поручик Лейбгвардии открывают ураганный огонь. Забрызгав все двери кровью, жертва вырывается в сад. У ограды Распутина догоняют заговорщики и добивают его выстрелом в голову. Поднялась тревога, во дворе сразу наткнулись на кровь. То есть убийцы не были профессионалами, да и у профессионалов тоже бывает, идет не так, как поначалу задумывали. Тело Распутина уносят обратно в подвал, чтобы подготовить к перевозке. В деле сохранились самые подробные показания. Вот эти материалы. 17 декабря ночью, вот сюда, именно на это место, убийцы привезли тело Григория Фимовича Распутина и сбросили его с моста. Тело упало на лед. Падая, оно задело обустой моста и окрасило их кровью. Проходившие мимо рабочие утром увидели эту кровь и сообщили об этом полицейскому. И вот 19 декабря начинаются поиски тела Распутина в этом самом месте и вообще по всей длине реки. Находят сначала только маленький ботик. Галошу показывают дочерям Распутина, и они действительно подтверждают, да, это галоша их отца. Таким образом, начинается большое следствие об убийстве Григория Фимовича Распутина. 30 декабря 1916 года. День смерти Распутина. Столица гудит самыми нелепыми слухами. Говорят, будто Распутина принесли в жертву масоны-сатанисты, что старец на самом деле воскрес и его видели в Гатчине, что перед мученической смертью Распутин предрек конец света уже в следующем, 17-м году. Но то, что произошло на самом деле в Петербурге знает лишь несколько человек. И эту правду они попытаются скрыть даже на смертном адря. Смотрите далее. Дворянское гнездо разврата. Кому наследник богатейшей семьи царской России ревновал Распутина и в каких отношениях с ним состоял? Похоже, что Иисупов был гомосексуалистом, хотя у него жена просто удивительная красавица. Длинный английский язык. Как британская разведка вписалась в любовный треугольник русской знати? Они стали жертвами вот этой либеральной дезинформации, которую им подсовывали их агенты. Как Распутин появился в доме императора? Оборванный, грязный. Постоянно пишет какие-то доносы, письма, прошения и прочее. И какими сверхспособностями наградил своих внебрачных детей? Что, тайно разговариваю? Еле могу разговаривать. Думаю, они меня слышат. Сенсационные документы судебно-медицинской экспертизы, которые сотню лет считались бесследно утраченными. Они опровергают все, что мы знали до этого об убийстве фаворита русского императора. Какую тайну гибели Распутина они открывают? Кто на самом деле его убил? Что же заставило старца спуститься вниз? Может быть, голос интуиции заглушали какие-то особые чувства? Кто такой Освальд Райнер? Почему кровавый след ведет именно в английское посольство, а русская аристократия сделала все, чтобы отвести подозрения от британского агента? Смотрите прямо сейчас уникальное расследование Олега Шишкина. Ну, сейчас у нас заварилось все это, наше изделие. Сейчас мою баночку. Сейчас баночку мою. В селе Покровское знахаря Виктора Пролюбщикова называют просто «Наш Распутин». Он последний из внебрачных детей раскидистого генеалогического древа Григория Распутина. Любвеобильный и страстный в начале 20 века странствующий старец основательно прошелся по всем окрестным деревням и оставил большое потомство. Моя прабабушка родила у него во служении, в горничной, помогала там. Потом, может, так, может, она с ним согрешила, и черт его знает. Все мужики мы, не без греха. Виктор вспоминает, еще лет 50 назад никого не удивляло, что половина села причисляет себя к потомкам Распутина. Жена знаменитого тобольского крестьянина Прасковья даже не пыталась урезонить мужа. Говорила, его на всех хватит. Конечно, никогда и отродясь он не был монахом. Он был женатый человек. Жена его, разумеется, пережила. У него был сын, у него было две дочери. Он не разводился. О поразительных способностях Распутина в деревне вспоминают и сто лет спустя. Григорий еще в детстве удивлял односельчан невиданными трюками. Будучи еще молодым юношей, 16 лет, он своим взглядом на ходу тройку останавливался. Она перед ним на дыбы вставала. Вот он обладал таким даром вот взгляд ей. Виктор уверен, часть силы предка перешла по наследству и к нему. Он непостижимым образом может передавать свое настроение животным. А болезни людей определяет не хуже современного томографа. Даже каким-то взглядом так посмотришь. И не каждая собака, залаят. Распутин с юных лет занимался врачеванием. Но поначалу ни славы, ни денег это занятие ему не приносило. Свой скромный доход Григорий получал благодаря грамотности и природной настойчивости. Крестьянин составлял для сельских общин и ремесленников прошения. Сам же возил их в Тобольск и следил за тем, как продвигаются дела. У него был достаточно богатый опыт работы с администрацией своей Тобольской губернии. Вплоть до того, что сам губернатор его знал, потому что, говорит, ну такого кляузника. Ходит тут какой-то оборванный, грязный. Постоянно пишет какие-то доносы, письма, прошения и прочее. Правда, на юридическом поле Распутин чувствовал себя весьма неуютно. Для адвокатского статуса ему не хватало образования, для карьеры актера – таланта, для кубеческой гильдии – денег. Но Григорий чувствовал, он может достичь большего. Оставалось только на тот момент только один не вспаханный участок, только одна ниша, которую он мог занять. Это ниша религиозная. Что, собственно говоря, Григорий Ефимович успешно и сделал. Он начал изображать из себя некого старца. Странствующий по Руси подвижник не только читал священные тексты, но и толковал их. И это действительно было похоже на чудо. Обычный крестьянин простыми словами за пару минут разъяснял сложнейшие догматы христианства. При всей своей неграмотности он мог очень сложные богословские вопросы объяснить как-то по-крестьянски просто и мудро. Это производило большое впечатление. В том числе в Петербурге он был принят ректором Санкт-Петербургской духовной академии, будущим патриархом Сергием Строгородским. Он хорошо знал евангельские тексты и владел навыками целителя. Но самой сильной и магической стороной Распутина оказались его харизма и обаяние. Это действовало безотказно. Распутин обладал способностью гипнотического воздействия на других людей, благодаря своей силе воли, своему взгляду. И я думаю, что у него были еще экстрасенсорные способности. По одной из версий, даже князь Юсупов испытывал к проповеднику привязанность и самые нежные чувства. А убийство Распутина могло быть актом ревности и мести. Речь идет о безусловной нетрадиционной ориентации вот этого вот графа Юсупова. И, собственно говоря, это вот организованное убийство, оно могло расцениваться как месть за измену в любви. Вот еще одно пикантное обстоятельство. Князь Юсупов подробно описал события рокового вечера в своем дневнике, но из его воспоминаний каким-то образом выпали целые два часа. Рассказ о произошедшем обрывается на просьбе Распутина принести гитару, когда он и Юсупов остались в комнате вдвоем, заперев при этом двери на ключ. Что они там делали эти два часа? Ну, опять-таки, ни на что не претендую, кроме как на возможную версию, но, может быть, это был, так сказать, прощальный акт любви, кто знает. Не потому ли осторожный Распутин так беспечно покинул свой дом на мойке и отправился посреди ночи во дворец князя? Даже несмотря на опасность, поступавшие угрозы и предчувствие собственной гибели. Почему столь проницательного Распутина не насторожила просьба князя прийти и спуститься в подвал? Это один из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга, а, возможно, даже и Российской империи. Он принадлежал Юсуповым. В своем богатстве они могли соперничать даже с династией Романовых. Здесь были огромные, невероятно красивые залы, украшенные мрамором, золотом, всевозможные бодуары, гостиные, выполненные в различных этнических стилях апартаменты. И тем не менее Юсупов указывает Распутину на узкую дверь. Казалось бы, интуиция Распутина должна подсказать ему, что здесь кроется какая-то опасность, но почему-то он на это не прореагировал. Что же заставило старца спуститься вниз? Может быть, голос интуиции заглушали какие-то особые чувства? У следствия была еще одна версия, почему Распутин появился в доме у Юсупова в ту ночь. Его позвали на массовую оргию с женами Юсупова и светлейшего князя в главных ролях. Якобы развратник Распутин не мог пропустить такое событие. Он любил Юсупова, доверял ему и никак не ожидал получить от столь близкого человека нож в спину. В какой-то степени это было затмение. Вот Ипполит Гавштеттер, человек, который с ним дружил, а потом резко его критиковал, говорил, что он знал двух Распутинах. Первого, глубоко верующего человека, который ночами вставал и часами молился. И второго, который позволял себе участвовать в орги, неприличным образом развлекаться и так далее, и так далее, и так далее. Один человек и в то же время не один человек. Но обратимся снова к документам, обнаруженным в архивах. Они уникальны. Мы показываем их впервые. Невероятно, но у этой театральной постановки во дворце был весьма опытный режиссер. И у него есть конкретное имя. Загадочный манипулятор чужими судьбами скрывался здесь же, в доме Юсупова. И ждал своего выхода. Но кто этот человек? Смотрите далее. Сладкий убийца. Как отравиться и остаться в живых? Почему Распутин выжил после смертельной дозы цианида? И был ли вообще яд? Для них это оказалось чудом, почему он не умер. Ушел не прощаясь. Зачем британский агент, друг князя Юсупова, сжег перед смертью свои дневники? Англичане решили, что русские слишком неуправляемые и глупые люди, чтобы им доверять такое сложное дело, как ведение мировой войны. Страшная тайна императорского двора, которая больше века скрывалась в архивах. Обнаруженные материалы рисуют нам совсем иную картину ликвидации Распутина. Кто был его настоящим убийцей? Он, как классический киллер, справился со своей задачей безупречно. Не было никакого отравления, как и коллективного убийства царского любимца. Зачем все эти годы от нас скрывали реальные факты? Об этом прямо сейчас в авторском расследовании Олега Шишкина. На страницах этого дела разгадка тайны, над которой бились десятки исследователей 20 века. Теперь мы точно знаем, все, что до этого было известно о гибели Григория Распутина, лишь красивая история, миф, который со временем превратился практически в научную версию. Но реальность, как всегда, интереснее любого вымысла. Это показания близкого друга Григория Распутина. В ночь убийства личный секретарь Аарон Симонович провел свое расследование по горячим следам и многое выяснил. Например, как злоумышленникам удалось выманить миссионера из собственного дома. Домашние слышали, как Распутин запустил какого-то человека через черный ход. При этом называл его «миленьким». Служанка запомнила несвойственную для хозяина фразу «Не бойся, миленький, тут никого нет». Позже духовная дочь Распутина, его почитательница Мария Головина, вспомнит, что «миленький» – это интимное прозвище младшего князя Юсупова – Феликса. Распутин всегда его так ласково называл. Злоумышленники отправили в дом проповедника среди ночи именно Юсупова, прекрасно понимая, что ему он не откажет. Но кто именно был автором этого плана? Историки уверены – среди заговорщиков был настоящий специалист по криминальной драматургии и зовут его Освальд Райнер – офицер британской разведки. Этот Освальд Райнер действительно похож на тот англичанин, который сделал контрольный выстрел. Он был личным другом Юсупова, они вместе учились в Оксфордском университете. Британцы оставили главную улику, и баллистическая экспертиза доказала их причастность к гибели фаворита царской семьи. Эксперты определили – в Распутина стреляли из укороченного браунинга английского производства, причем довольно редкой модели, вероятно, даже женской. Такая в России в начале 20 века еще не продавалась. Это дворец Белосельских-Белозерских. Здесь жил один из главных фигурантов дела об убийстве Распутина – великий князь Дмитрий Павлович. По странному стечению обстоятельств, с конца 1915 года здесь обосновался русско-британский военный госпиталь, который стал своеобразным штабом покушения на Григория Распутина. Неоднократно отсюда, во дворец Юсупова, выезжала карета скорой помощи, в которой инкогнито находился будущий убийца Распутина – британский агент Освальд Райнер. Следователям повезло. Тело убитого хорошо сохранилось в ледяной воде. Однако экспертизу проводили в жуткой спешке, в необорудованном помещении богодельни, куда тайно доставили труп Распутина. Занимался вскрытием лучший патологоанатом начала 20 века, основатель целого направления в этой науке – Дмитрий Косоротов. Первая же страница отчета – и сразу сенсация. Врачи не обнаружили у Распутина признаков отравления. Никакого яда в помине не было. Вся эта история с пирожными, якобы напичканными цианистым калием – откровенная ложь. Кроме того, предлагать Распутину пирожные в ту ночь было бессмысленно. Проповедник хоть и любил сладкое, но внезапно озаботился своим здоровьем и сидел на диете. Об этом знали все, с кем он общался. Уже год до момента смерти Распутин не ел ничего сладкого и вообще не употреблял мяса. Из всего сладкого он пил только вину, да, это было. Из пирожных, там, булок, каких-то тортов, просто сахара в чай. Но он этого ничего не употреблял. Мифы и легенда об отравлении, драке в княжеском доме, утоплении в реке могучего и всесильного Распутина возникли позже, когда участники заговора уже вовсю писали свои мемуары за границей. Но вот совпадение. Воспоминания Юсупова и депутата Пуришкевича вышли под редакцией Всемирного агентства новостей, в котором после русской революции работал никто иной, как Освальд Райнер. Безусловно, это и было инспирировано английской разведкой. Все эти истории, как его убивали, они сильно раздутые. Уже толком никто даже не знает. Уже миллион экспертиз, уже миллион там институтов выясняли, могли отравить, не могли. Главное, что он действительно был очень живучим. И главное, что он был убит во дворе контрольным выстрелом в голову. Заключение судмедэксперта, на которое ссылается прокуратура, доказало, Убийство Распутина в доме Юсупова длилось не больше 15 минут. Он был убит на месте тремя точными выстрелами, каждый из которых мог быть смертельным. Одна пуля попала в печень, другая в почку. В третий раз убийца выстрелил почти в упор, в лоб умирающему проповеднику. Убийство Распутина открыло дверь будущим беззаконием, будущим бессудным убийством. Но зачем английской разведке понадобилась целая спецоперация по убийству Распутина? Неужели он был так опасен? Распутин был противником вступления России в мировую войну. Распутин сыграл положительную роль в 1912 году, уговаривая не вступать в войну во время Балканского кризиса. Распутин в 1916 году предлагал Николаю II заключить сепаратный мир с Германией. Для Британии и Франции, которые всеми силами втягивали Россию во всемирную мясорубку, такой исход был бы катастрофой. Секретная служба Ее Величества постоянно получала и другие тревожные сигналы из Зимнего дворца. Поначалу осенью 14-го прибыло только два майора разведслужбы, но уже вскоре было создано представительство СИЗ разведки английской. Примерно 30 человек к моменту убийства Распутина в Петрограде насчитывало это представительство. Распутин мешал даже тем, что лечил наследника. Он загадочным образом добился успеха там, где традиционная медицина была бессильна. Благодаря его стараниям цесаревич Алексей болел все реже и все чаще появлялся на парадах и визитах вместе с отцом. А значит династия Романовых того и гляди получила бы жизнеспособного наследника. Британскую корону это не устраивало. Но что самое невероятное, за убийство Распутина никто не понес наказание. Вполне возможно император догадывался, кто истинный заказчик преступления и решил не выносить политический ссор из дворца. Никто не был арестован. Князь Юсупов был отправлен в свое имение отдыхать. Великого князя Дмитрия Павловича отправили за глаз долой в наш контингент в Персию. Итак, сенсационные материалы из прокурорского дела, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации, рисуют нам совершенно иную картину убийства Распутина. Изложенные здесь факты полностью опровергают все, что мы знали об этой истории ранее. Если им верить, то не было никакого отравления, как и коллективного убийства царского любимца. Эти легенды лишь удачное прикрытие действий одного единственного человека, британского агента Освальда Райнера. Он как классический киллер справился со своей задачей безупречно. Юсупов и компания взяли вину на себя, с единственной целью отвести подозрения от британского агента и скрыть свои связи с ним. Изощренное, чисто английское убийство Распутина стало первым в череде преступлений, ввергших Российскую империю в настоящий хаос. После падения монархии, Временное правительство сделало все, чтобы замести следы преступления. Иначе причастность либеральной верхушки к политическим убийствам, против которых они так рьяно выступали, стала бы слишком очевидной. Тело Распутина приказали выкопать из могилы и уничтожить. Я полагаю, что Керенский был заинтересован в уничтожении тела, как улики. Потому что ни экспертиза после этого, ни последующие расследования были невозможны. В конце буду. Буквально за два месяца до трагических событий, Распутин сделал предсказание. Это предсказание было адресовано конкретно царю. Он говорил, что если до 1 января 1917 года я погибну, и меня убьют крестьяне или мои собратья, то тебе опасаться царь нечего. Но если же меня убьют дворяне, если меня убьют люди высокого круга и полета, тогда твоим детям не прожить более двух лет. И Россия погрузится в страшный, кровавый сон. Наступят времена антихриста. Собственно, вот все эти пророчества подтвердились. И Распутин оказался действительно настоящим правительством тех грядущих печальных событий, которые охватили Россию. В своем последнем письме Распутин предсказал и Вторую мировую войну, и победу России в ней, и немыслимую цену, которую заплатит наша страна за это. Для нас огромное удовольствие быть в Москве и играть здесь и в России нашу музыку. Через много лет Бобби Фаррелл, который был так неподражаем в роли Распутина, снова приедет в Россию. Собираясь в Санкт-Петербург в 2010 году, он вряд ли догадывался, что покупает билет в один конец. Его тело найдут в одном из номеров этого отеля. В ту самую ночь, когда умер Григорий Ефимович Распутин, в отеле «Амбассадор», в 2010 году умирает и Бобби Фаррелл. Конечно, это невероятно. Это снова Санкт-Петербург. Дальше могут быть только версии по поводу того, почему это произошло. Но это действительно уникальный и необычный случай для певца, который заканчивал свою знаменитую песню словами «Ох уж эти русские». Совпадение становится еще более невероятным, если учесть, что оба они, поп-звезда 80-х и персонаж из царской России, погибли во время предновогодних гуляний. Человек, который пел про Распутина, умер после корпоратива. Сам Распутин в финале дворянского застолья. Его гибель была неизбежна. Все знали, что проповеднику грозит опасность. Но, похоже, общество было готово принести эту сакральную жертву. От убийства Распутина до расправы с самим самодержавием был всего один шаг. И слишком многие в тот момент хотели его сделать, не понимая, насколько кровавыми будут последствия. Субтитры создавал DimaTorzok